Мир полон опасных мест, и некоторые люди настолько безумны, что отправляются туда по своей воле. Наверное, это видео должно послужить списком мест, которые нужно избегать. Но если вы один из этих безумцев, то вы можете найти здесь пару идей для отпуска. Решать вам, но даже самые отчаянные любители острых ощущений наверняка дважды подумают, прежде чем туда ехать. Номер 10. Вулканы на Гавайях Гавайи – уникальное место. Я иногда забываю, что это штат. Там можно кататься и ходить по вулканам. Можно насладиться красивыми видами и поупражняться, но еще вулканы могут вас убить. Кажется, что самая большая опасность должна исходить от лавы, но нет, она не самая опасная. В 2007 году властям пришлось временно закрыть велосипедный тур из-за трех смертей и многочисленных травм, произошедших за один год. Три человека умерли, когда они ехали на велосипеде вниз по склону и потеряли управление. Но люди, которые просто стояли на земле без велосипедов, тоже умирали. Смерти и травмы были вызваны так называемой лавовой дымкой. Это вулканические газы, которые могут быстро заполнять целые районы во время сильного ветра после извержения. Эти газы состоят из соляной кислоты, сероводорода и углекислого газа. Такая смесь очень опасна при вдыхании, особенно для людей с респираторными заболеваниями. И если для вас этого недостаточно, чтобы держаться подальше от вулканов, они нагревают воду и буквально кидаются камнями. Поэтому, если вы хотите посетить вулкан, будьте готовы к опасностям. Номер 9. Бассейн Дьявола Если самого названия Бассейн Дьявола недостаточно, для туристов поставили табличку с надписью «Он пришел в гости и остался навсегда». Она установлена в честь одного из 20 человек, которые погибли в Бассейне Дьявола в Замбии. Это очень красивый природный бассейн, и туристы могут подплыть к самому краю и посмотреть на один из крупнейших водопадов мира – водопад Виктория. Он в два раза выше Ниагарского. В Бассейне Дьявола обычно можно плавать между сентябрем и декабрем, когда снижается уровень воды, и течение становится достаточно слабым для купания. Бассейн отделен от водопада естественным каменным барьером, который создает небольшой водоворот. Благодаря ему туристы не падают с обрыва и могут развлекаться в паре метров от края бассейна. Самой известной смертью в Бассейне Дьявола была гибель гида, который смог спасти туриста, начавшего падать, но сорвался сам. Если вы поедете к водопаду Виктория, лучше смотрите на воду с безопасного расстояния, стоя на суше, рядом с бассейном. Номер 8. Долина Смерти Бассейн Дьявола показался вам недостаточно пугающим названием. Тогда советую посетить Долину Смерти в Якутии. Из-за соседнего вулкана под названием Кихпиныч в Долине Смерти очень высокая концентрация токсичного газа, который накапливается в низинах долины, где нет ветра. Это ядовитое облако газа убивает растения и животных. В Долине Смерти у вас бы началось головокружение и лихорадка, и вы бы наверняка умерли. Если верить легендам, долину обнаружили в 30-е годы два охотника. По их словам, земля была покрыта трупами животных, а все растения высохли. Они сбежали с сильной головной болью. Но после рассказа о Долине туда отправились любители приключений, и многие так и не вернулись. Местные говорят, что там умерло около 80 человек. Долину закрыли для туристов по понятным причинам. Но люди не могут просто забыть про такое место, поэтому в нее можно попасть. Например, можно посмотреть на долину и ее красоты со смотровой площадки на безопасном расстоянии. А если вам хочется чего-то большего, то можно пролететь над долиной на вертолете. Надеюсь, что он не упадет, и вы не окажетесь в каком-нибудь жутком месте. Номер 7. Half Dome Half Dome – это гранитный купол в парке Йосемити в Калифорнии. Это знаменитая скала, и понятно, почему ее называют полукуполом. Одна ее сторона – это плоский камень, а остальные – круглые и почти что гладкие. Она возвышается на 1450 метров над долиной Йосемити. Все было бы хорошо, если бы никто не забирался на вершину. Но, понятное дело, людям хочется экстрима. Поисково-спасательная команда Йосемити имеет дело с сотней инцидентов в год, будь то обезвоживание или более серьезные случаи. Кажется, что на скалу легко забраться, но она не для слабых телом или духом. 8 человек умерли по пути на Half Dome. Как видите, подниматься на эту скалу на самом деле не так-то просто. На это уходит целый день. Подъем длится примерно 12 часов, а путь занимает 24 километра. Под конец пути последние 120 метров почти что вертикальные, и без канатной дороги их не пройти. В основном люди поскальзываются на камнях, или их обувь не подходит для скалолазания. Из-за дождя канаты камней становятся скользкими, и один участок маршрута даже называется «плитой смерти». Дело в том, что утром часто бывает солнечная погода, особенно летом. А пока люди идут дальше, начинается дождь. И даже после небольшой мороси подъем может стать очень опасным, но упорные скалолазы идут дальше. Хотя надо бы вернуться назад. Вот рассказ одного из рейнджеров парка об опасности подъема. My name is Steve Bumgardner. I'm a videographer for the park, and I was shooting on the top of Half Dome on a July morning when a thunderstorm rolled in very quickly. The threat of lightning was very real, and everyone on the summit decided that they should go down. The problem was it began to rain at the same time. Once water falls on that route where the cables are, it becomes incredibly slick. The cable itself is very difficult to hold on to when it's wet, and the fear of falling led to basically a traffic jam on the cables. So once we were stuck on the cables, we then became very exposed to the risk of lightning, and the cables themselves became electrified. My metal frame pack began shocking me. People's hair began to stand up on end, and the fear in my gut grew very rapidly. I think that experience really opened my eyes to how dangerous Half Dome can be, and how serious the threat of weather is. Номер шесть. Encierro. Когда речь заходит об убегании от быков, обычно имеют в виду мероприятие в Памплоне во время фестиваля Sunfermin в честь Святого Фермина. Раньше это был маленький фестиваль, но теперь это масштабное мероприятие, которое посещают люди со всего мира. В других городах Испании, в Португалии, Мексике и Южной Франции тоже устраивают прогон быков, но в новостях показывают памплону. Конечно, когда люди убегают от преследующих их быков, о безопасности можно забыть. Более того, каждый год от 50 до 100 человек получают травмы разной степени. И с 1910 года на Encierro погибли 15 человек. 14 из этих несчастных убили быки. А одного человека затоптали в толпе. Кто-то может подумать, что 15 смертей за 100 с лишним лет не так уж и много. Но вот вы готовы рискнуть и получить травму? Напороться на рога этих быков будет очень больно. Номер 5. Гора Хуашань. Называть путь Хуашань путем не совсем правильно. Ведь это просто доски, вбитые в скалу. Нужно зацепиться за железную цепь, которая протянута по всей длине горы. Хотя на части этого пути даже нет никаких досок. Вместо них скалолазы пользуются большими углублениями, вырезанными в скале. Официальной статистики смертей нет, потому что китайское правительство ее скрывает. Но, по слухам, люди погибают здесь каждый год. Похожий горный путь с официальной статистикой смертей находится в Испании. Эль Каменита Дель Рей проходит вдоль ущелья Эль Чорро, между двумя водопадами. Название маршрута буквально означает «королевская тропа». На протяжении 10 лет она постепенно обваливалась, и ее частично закрыли. Но люди не обратили на это внимания. И тропу открыли снова. Пять человек умерло там с 99 по 2000 год. И многие считают эту тропу самой опасной в мире. Номер 4. Тропы Папуа-Новой Гвинеи. Папуа-Новая Гвинея – невероятная и почти нетронутая страна. Так что неудивительно, что сюда приезжает множество любителей походов. Здесь есть две знаменитые тропы, которые особенно трудны – Кокода и Блэк Кэт. Обе этих тропы проходят через живописные джунгли и горы, и путешественники могут увидеть следы Второй мировой войны. В этом районе велись сражения между японцами и австралийцами. Кокода – более популярная тропа. Ее длина составляет 96 километров. И она проходит от столицы Порт-Морсби до деревни Кокода. Каждый год по ней проходят тысячи туристов. Хотя я не могу точно сказать зачем. Вся дорога занимает от 4 до 12 дней. И здесь есть участки, в которых нужно плыть или карабкаться. Ночи здесь холодные, а дни – жаркие и влажные, с проливными дождями. Не исключены и болезни вроде малярии. Шесть австралийских путешественников умерли по тем или иным причинам. И некоторые призывают к тому, чтобы туристы проходили обследование перед походом по тропе. А путь Блэккет проходит от прибрежной деревни Саламауа до городского поселения Вау. Это очень тяжелый шестидневный маршрут, который подойдет только самым опытным путешественникам. Но помимо всего этого, есть вероятность того, что на туристов могут напасть люди с мачете, прячущиеся в джунглях. В 2013 году носильщиков группы туристов убили члены банды под названием «мерзавцы». Они также ранили семерых человек. Считается, что бандиты напали из-за денег и из-за того, что носильщиков наняли из чужой деревни. Так что лично мне не очень хочется туда ехать. Номер 3. Дорога смерти Шоссе Юнгас, также известная как Дорога смерти и Дорога судьбы, это дорога между Ла-Пасом и Коройко в регионе Юнгас в Боливии. В 1995 году ее назвали самой опасной дорогой мира. И не зря. В 2006 году подсчитали, что от 200 до 300 путешественников умирает здесь каждый год. В основном дорога однополосная и тянется по склону на огромной высоте. Кроме того, большая ее часть в ширину чуть более 3 метров, а значит автомобилям очень трудно разъехаться. С ноября по март идут сильные дожди и опускается туман. Из-за этого сильно ухудшается видимость. К тому же, на некоторые участки льются водопады. Поэтому почти наверняка часть пути будет очень скользкой и грязной. По местным правилам, тот, кто едет вниз, никогда не имеет права проезда и должен съехать к краю. Конечно же, из-за всего этого безумия сюда приезжают любители острых ощущений, и здесь можно проехаться на мотоцикле. Но надо помнить, что там с 1998 года умерли 18 человек. Номер 2. Долина смерти. Не перепутайте ее с Долиной смерти в России. Это долина смерти – американский ад на Земле, находящийся в Калифорнии. Это место знаменито своими рекордами. Самая высокая температура воздуха в мире – 57 градусов Цельсия. А также самая высокая зафиксированная температура поверхности – целых 94 градуса по Цельсию. Помимо жары, долина знаменита опасными животными, такие как гремучие змеи, скорпионы, черные вдовы, а также грызуны. Серьезно, даже грызуны здесь очень опасны. Белоногие хомячки и кактусовые мыши, живущие в долине, переносят хантавирус, который приводит к смертельной болезни. Люди, которые планируют туда отправиться, должны взять побольше воды и не покидать проложенных дорог. Потому что иначе, если машина сломается, найти помощь будет сложно. Хотя для большинства в долине слишком жарко, она привлекает множество туристов из-за уникального и красивого ландшафта. Как подсказывает название, множество путешественников умерло в долине смерти. По оценке руководства парка, здесь умирает 1-2 человека в год из-за жары. Однако самый примечательный и странный случай произошел с немцами долины смерти. В 96-м году семья из Германии посетила долину и буквально внезапно исчезла. Их останки нашли только в 2009-м году. Номер 1. Крокодилы. Королевство слонов ненадолго прославилось, когда по интернету разлетелись фотографии одного аттракциона. В 2016-м году китайские туристы оказались окружены крокодилами. В тайском зоопарке можно было просто зайти на хлипкий ржавый плод, который поддерживали пластиковые бочки, и покормить крокодилов мясом на удочке. Проезжавший таксист, вероятно, единственный разумный человек, сфотографировал и опубликовал новость про это действие. Когда приехала полиция, владельцы зоопарка уверили офицеров в том, что не пустили на плод всего лишь 15 человек, не больше. Разумеется, такой аттракцион скоро закрыли. Если бы он продолжил работать, кто-нибудь наверняка бы умер. Но если вам все-таки хочется приблизиться к крокодилам и поиграть со смертью, то поезжайте в Австралию, где есть клетка смерти. В отличие от другой знаменитой клетки Австралии, Тандердом, здесь никто не умер. Пока что. Туристов просто отпускают в воду, в которой плавают крокодилы. Если все пойдет нормально, вас не съедят. Один раз не все пошло нормально. В 15-м году турист провел в клетке лишние полчаса из-за неполадок. Может быть, это безопаснее, чем королевство слонов, но риски есть всегда. Заинтересовали ли вас эти места? В каком самом опасном месте были вы? Расскажите в комментариях под видео. И спасибо за просмотр!